Всем привет! В этом видео я покажу как я записываю и обрабатываю гитару. Итак, записываю я в Cubase 8 и в этом видео я собрал все свои плагины, которые я использую. Кстати, гитару я записал даблтреком, то есть одна гитара идет в левый канал, вторая гитара идет в правый канал с небольшими отличиями. Гитары я разложу примерно по 80 процентов влево и вправо, в данном случае это 88 процентов. Так, самый первый плагин, который я использую всегда и везде, это Pham Filter Pro Q2. В нем я делаю срез в районе двух сотен герц, срез низких частот. Сейчас я вам покажу, что звучит, какой сигнал ниже двух сотен герц. Как вы можете слышать, ниже двух сотен герц находится сигнал, который бубнит, шипит и возможные какие-то скрипки от медиатора, поэтому вы можете смело прощаться с этим сигналом и делать такой же срез, как и у меня. Дальше, второй плагин. Это плагин из комплекта BlueCat Axiom и называется он Ray Guitar. Это в своем роде самый уникальный плагин, который трансформирует звук ваших звукоснимателей таким образом, что вы можете из своего сингла сделать хамбакер и наоборот, из хамбакера сделать сингл. Также вы можете сделать из своего хамбакера различные другие варианты хамбакеров. В данном случае я выбрал хамбакер Bright Bucker. Давайте послушаем, как гитара звучит с включенным плагином и без него. Этот плагин придает немного эквализации и немного компрессии. Таким образом гитара начинает звучать немного ярче и острее. Придает такую своего рода перчинку. Дальше, третий плагин. Это сам амб-симулятор. То есть здесь может быть гитара RIG, BIOS, AMPLITUBE или что угодно. В моем случае это OVERLOUD TK CHEAR. Дальше, что идет за ним? За ним идет плагин под фарм преамп. Для чего этот плагин? Этот плагин очень хорошо спасает, когда у вас гитара звучит тонко. Когда вам нужно уплотнить звук гитары, сделать ее жирнее, насыщеннее. Вот этот плагин как раз приходит на помощь. Сейчас я покажу, как гитара звучит с этим плагином и как звучит без него. Ну, я думаю, здесь разница очевидна. Дальше, дальше идет компрессор. Компрессор стоковый из комплекта QBASE. называется Tube Compressor. И в нем я выбираю пресет AMELECTRING GITAR NURTY ONE. Это наиболее удачный пресет, который стоит немного подкорректировать от вашу гитару. Дальше, дальше у меня идет ревер. Ревер также встроен в QBASE. Roomworks SE. И в нем я всегда выбираю пресет Bright Plate Reverb. Его также корректирую под свою гитару. Меняю я только степень подмешивания к миксу. Я выставляю процентов от 10 до 15. В данном рифе я поставил 13%. На второй гитаре у меня точно такая же обработка, ничем абсолютно не отличается. И самый последний плагин, который я вешаю на мастер-шину, это плагин IZOTOP OZON 9. Это мастер-плагин, который поможет склеить ваш микс с вашей гитарой. В основном я выбираю пресет Traction Tube. Сейчас я покажу, как микс звучит с мастер-плагином и как звучит без него. От себя хочу добавить, что в плагине IZOTOP OZON пресеты делятся на два типа. Первый тип пресетов это, который поможет вам склеить гитару с миксом. Таким образом он немного гитару в микс уплотняет. И второй тип пресетов это наоборот. Пресеты, которые гитару выталкивают на передний план. Таким образом, если ваша гитара в миксе провалилась, вы просто ищите пресет, который ее выдавит наверх. Если же ваша гитара наоборот выпирает из микса и никак не хочет в него ложиться, то перебирая пресеты, вы просто выбираете пресет, который немного опускает вашу гитару и склеивает с миксом. На этом у меня все. Всем пока!